Итак, в предыдущий урок мы приводили слова Раби Ишмайля, которые говорят, что тот, кто учит Тору для того, чтобы обучать, ему даёт возможность и учиться, и обучать. А тот, кто учит для того, чтобы исполнять, что ему дают, ему дают возможность изучать, обучать и исполнять. Это слова Раби Ишмайля, и мы говорили, что Раби Ишмайля, он спорит с Раби Акивой и говорит, Раби Акива, извините, Раби Шиман Бар-Юхай в Талмуде, Раби Шиман Бар-Юхай сказал, что написана строчка из пророка «Лёй и муж цефер Тора, а за имя пиха, чтобы не отошла книга Торы этой от твоих уст». Можно это понять буквально? Раби Ишмайля говорит, нет, чтобы Тора управляла всеми твоими будничными делами. А Раби Шиман Бар-Юхай говорит, человек будет сеять, когда время сеяние, бороздить, когда бороздят или барануют, дальше сжинать, когда сжинают, перемалывать, когда перемалывают, провеивать, когда есть ветер, Тора, что будет с ней. Но это надо понимать буквально, чтобы постоянно и днём, и вечером человек занимался тока Торой. И сказано в Талмуде, многие пробовали, как Раби Ишмайля у них получилось, как Раби Шиман Бар-Юхай не получилось. И тогда мы думаем, ну вот, закон будет как то, как Раби Ишмайл. Но это не так, потому что в Шулхана Рухи и там, в этом листе Гемора говорит, что многие – это одно, а единицы такие, как Раби Шиман Бар-Юхай, которые могут полностью посвятить себя Торе, ради них существует мир. Так вот, сейчас мы бы подумали, вот Раби Ишмайль говорит, знаете, это какой-то поэт 20-х годов, землю попашем, попишем стихи, землю попашем, поучим Тору и так далее. Так вот так мы воспринимаем то, что сказал Раби Ишмайль. И это то, что Раби Ишмайль говорит. Тот, кто хочет учить и обучать, ему это дают. Тот, кто хочет учить, обучать и исполнять, ему это дают. То есть, на самом деле, это всегда было высшей ценностью еврейского народа. Самые большие миллионеры, за кого они хотели отдать замуж своих дочерей, не за сыновей миллионеров, а за самых больших еврейских мудрецов. Это всегда была высшая ценностью еврейскому народу. Так это то, что сказал Раби Ишмайль. Теперь продолжает Мишна. Раби Цадок, тот самый Раби Цадок, который 40 лет до разрушения второго храма постился. Что это значит? Целый день до наступления вечера он постился. Конечно, не в праздники, не в субботы. Но сказано, он был настолько истощен, что когда он высасывал финик, видно было, как сок спускается по его телу. И в Талмуде говорится, что дочка одного из самых богатых людей Иерусалима, Байтуса, который встретил ее Раби Йоханнан бен Закай. И она спросила, Раби, ты меня не помнишь, ты подписывал мою ктубу. По ее ктубе сто сотен тысяч дал ее отец. То есть миллион приданное она с собой принесла. И она погибла во время осады второго храма от голода. И сказано, что она… Одно мнение, от чего она погибла? От того, что она взяла этот финик, который высасывал Раби Цадок, и так как это 40 лет он постился, от этого она и умерла. А есть другое мнение, что она подскользнулась на экскрементах осла, и она сказала, зачем мне деньги? И рассыпала золотые монеты. И это то, что сказано, самые изнеженные среди тебя и так далее, умирает от голода на рынке. Это я просто, что привести, кто такой Раби Цадок. Когда Раби Йоханнан бен Закай встретился с Веспасианом, когда он вышел из осажденного Иерусалима и сказал, что он император, и Веспасиан ему сказал, это Талмуд трактат Гитин говорит, что Веспасиан ему сказал, тебе полагается два раза смерть. Первое, что я не император, а второе, что если я император, почему ты до сих пор ко мне не пришел? Раби Йоханнан бен Закай ему объяснил, а он говорит, а то, что ты говоришь, что ты не император, он учит этой истории, что храм упадет только в руки Адир, могучего, а могучий не может быть никто, кроме императора. Пока он говорил с Веспасианом, прискакал всадник из Рима и сказал, встань, император, важные сенаторы Рима провозгласили тебя императором. И теперь там Талмуд приводит такую вещь, как раз Веспасиан снимал один сандалий и второй пытается снять, не может. Он говорит, что такое? Ему объясняет тоже строчка из Торы, объясняет Раби Йоханнан бен Закай, что радость, она расширяет кости. Он говорит, так что мне сделать, что я буду император в одном сандалии, понимаете? Тогда он сказал, пусть мимо тебя пройдет человек, которого ты ненавидишь, к которому у тебя плохие отношения. Позвали такого человека, прошел, тут же он снял сандалий. Сказано, что вот это вот уменьшает, то есть печаль и все прочее уменьшает кости. Он сказал, если вы такие мудрецы, почему ты не пришел ко мне раньше? Он сказал, что бирьоним, то есть сейчас можно было привести как, ну как? Среднее. Нет, не бейноним, а бирьоним. Бирьон – это как, ну… Хулиган? Ну, хулиган – это буквальное значение, это как, ну… Злодеи. О, злодеи, злодеи. Злодеи среди нас не давали нам выйти. Тогда на что это похоже? Это похоже на то, что бочка с медом, а вокруг нее дракон. Ну, дракон, типа змеи. Так он говорит, что делать? Разбивают всю бочку и разбивают вместе с этим драконом. И дальше это говорил раби Акива, что даже творец забирает мудрость мудрых. Что должен был ответить ему раби Йоханнен Бен Закай? Возьмем клещ и снимем этого дракона, а мед сохраним. Так вот, что он попросил? Он попросил маленький городок, явно и его мудрецов, шальшелет рабангом Лиэль, то есть глава еврейского народа Наси. Самый важный, глава всех мудрецов. У нас мудрецы, они возглавляли еврейский народ. Это потомки Елеля, и это рабангом Лиэль. Это то, что он просил, чтобы Елель был потомком царя Давида. То есть на самом деле, чтобы осталось у нас потомство царя Давида, что пришел царь Машех. И третье, он попросил врачей для раби Цадока. Потому что 40 лет он находился в посте и молитве, чтобы не был разрушен храм. И вот, когда император, я хочу все-таки про раби Цадока досказать, увидел, он говорит, ты на это потратил целую просьбу у императора. И тогда что ему сказал взгляд еврейский и нееврейский? И что ему ответил раби Йоханн бен Закай? Если в этом городе был бы еще хотя бы один такой, как раби Цадок, ты и десятикратные армии, как у тебя, никогда не могли бы взять город. Почему? Потому что еврейские мудрецы, они называются строители. То есть те, кто соединяют. Вы знаете такое слово на еврите хавер? Ну, все скажут, член, буквально переводят, член партии хавер бифлага, а в Талмуде хавер, ну, это буквально значение друг, а не товарищ, да? Корень слова хибур – соединение. Тот, кто соединяет небо и землю. Вы понимаете? Поэтому еврейские мудрецы называются строители. Они дают жизнь миру. Так вот, если был бы еще один такой, как раби Цадок, Иерусалим никогда бы не пал. Так вот, это раби Цадок. Что же он говорит? Мы уже это учили, я только повторяю. Раби Цадок говорит, не делай из торы корону. Для чего? Чтобы возвыситься благодаря ей. И не делай ее, как мотыгу, чтобы ей копать. Мотыга, то есть человек копает, зарабатывает. То есть не делай корону, чтобы тебя почитали, чтобы тебе давали деньги. И не… нет, корону – почет. Уважение. Возвеличиться. Да. И не делай ее мотыгой для личной выгоды. Почему, он говорит? Тот, кто пользуется ею, как короной, или для личной выгоды, он лишает себя жизни в будущем мире. То есть Раша объясняет награды в будущем мире. Комментатор Тиферет Исраэль говорит о том, что Тара называется в торе, потому что она – жизнь твоя и долголетие твое. Я с вами поделюсь. Я сейчас пришел сюда после встречи с мудрецом, которому 101 год. Ну, у кого я был? Ну, у Рав Ильяшева. И получил браху, вы понимаете? Я сейчас могу всем сказать, вот эта рука получила браху от такого человека. Нельзя мыть. Как? Нельзя мыть. Все, теперь я на телах не буду хлеб есть, ничего. Да, у нас это по-другому. Но это действительно потрясает. Хорошо. Так вот. А как вы удостовились. Это другие, приехали какие-то люди, я должен был переводить им с еврита на русский, с русского на еврит. Это я должен был, как переводчик я работал. Но заодно я получил браху, я попросил. Хорошо. Так вот, смотрите, что это такое? Корона. Корона для того, чтобы возвеличиться. Что значит? Тот, кто пользуется короной, он теряет. А тот, кто использует ее для личной выгоды, он тоже теряет. Так что люди, которые учатся, например, целый день учатся и получают минимум стипендию, чтобы хоть как-то кормить свою семью, так они не должны брать деньги. Так это вот сейчас то, что я хочу вам сказать. Следующая наша Мишна, это говорится про то, что сказал Раби Йоси. И что сказал Раби Йоси? Тот, кто учит Тору, того уважают люди. А тот, кто пренебрегает ею, его презирают. Ну, там сказано более точно. Я прочитаю на иврите. Раби Йоси Омер, коли мехабет это Тора, гуфо мехубат аля брьет. Я буквально переведу. Тот, кто почитает Тору, его тело почитается людьми. Тело. Почему-то странно, да? А каждый, который презирает Тору, гуфо мехулал аля брьет. Его тело презирается людьми. Тело. Вы понимаете? Понятно, что непонятно. Замечательно. Так если мы не понимаем, у нас есть шанс. Кем был Рабь Йоси? Рабь Йоси, он из города Ципори, он был сыном Равхалавты. И он учился как раз у мудрецов явно. И его учителем был Рабь Акива. Дальше у него было пять сыновей, которые каждый из них Рабь Йоси, Рабь Йоси, Рабь Ишмаэль бы Рабь Йоси, Раби Лиэзер бы Рабь Йоси и так далее. Так вот, везде в Талмуде, что говорят про него ученики? Это великие мудрецы Рабь Йоси, значит, он Танаупалик. Он мудрец Мишный. Так вот, про него говорят его современники, что Рабь Йоси, он, в отличие от нашего поколения, поколение Рабь Йоси так же, как отличается святое от будней. А другой его ученик, Рабь Йоси бен Иуда, он говорил, если Рабь Йоси что-то говорит, значит, так оно и есть. И действительно, в Талмуде во многих местах Мишна, говорят что-то мудрецы, и говорят Рабь Йоси, закон по Рабь Йоси. Так вот, что он говорит? Что это значит почитать Тору? Прежде всего, это изучение Торы, это исполнение заповедей, почитание еврейских мудрецов, носителей Торы и самих книг Торы. Я вам приведу пример. Я много лет тому назад, это уже, ой-ой-ой, 30 лет тому называют, большой бородой. В 89-м году я приехал в Вильнюс преподавать. Это только-только ещё была советская власть. Но открыли уже первый еврейский сад в Вильнюсе, воскресную школу для детей, синагогу, видите. Мы ещё ехали через Вену, я должен был в Вене ждать, чтобы мне разрешили въехать в Советский Союз. Я там ждал в посольстве, и этот секретарь посольства говорит, у вас нет разрешения. А я вижу сквозь окно мою фамилию. Я говорю, седьмой, там в списке, это я. Он говорит, ну, ошибся. В общем, пустили меня. Я как раз сменял мыши пантеляты, и там была рабонит Кугель, она как раз в детском саду была. Ну, и, в общем, уроки в синагоге, уроки с болеть чувак, которым 30 человек приходили на субботу и так далее. Так я решил сделать какой-то фильм, ну, маленький фильм про то, что происходит там. И на втором этаже синагоги там были книги из Ешивы Тельш, Тельшай. Это Раф Блох был, рожь Ешивы там. И я, он говорит, ну, покажите книгу. Ну, я открыл книгу, что-то прочитал. А потом я закрыл книгу. У нас принято так, святая книга. Мы её целуем потом. Так вот, для этого оператора-литовца, он говорит, вот это «Да-да, вы эти книги целуете». То есть, это у нас, как человек идёт, входит в еврейский дом. Он протягивает правую руку, потому что там мезуза. Часто, когда я, скажем, бываю в Москве, в какой-то дом я захожу, бумс, автомат работает, а здесь нет мезузы, всё в порядке. Но это что, самому изучать Тору, почитать еврейских мудрецов и почитать книги. Дальше. Такой человек уважаем людьми. И что это значит? Мы до этого учили. То-то учит Тору для того, чтобы преподавать её и для того, чтобы соблюдать. Сказано в Талмуде, что если человек учит Тору и он её исполняет, что люди говорят? Счастливого отец, который его родил, счастлив раф, который его учил Торе. А что говорят про человека, который, не дай бог, наоборот, учит Тору, а ведёт себя совершенно по-другому. Говорят, этот его отец, этот его раф, потому что Тора, в отличие от любой мудрости, которая есть в мире, она должна быть реализована в жизни еврейского народа. И я вам сейчас расскажу историю, которая меня поразила просто. Оказалось, я в доме рассказал за субботним столом, оказалось, что моя дочка читала, внуки слышали что-то, но меня она поразила. История, которая происходила буквально несколько лет тому назад. Вы знаете, из Израиля едут в Аргентину, там очень много кошерных этих быков, коров, там режут, и там есть шойхеты, режут, и есть машгехи, машгех, который наблюдает за тем, что всё было. И вот два машгеха из Израиля. Это бейт-машхета, место такое, огромное место, где режут, и там огромные холодильники, где держат это. И вот это мы говорим про то, что учить Тору, чтобы её исполнять. И вот пример такой. И эти два машгеха, лето, но в холодильнике, вы понимаете, минус там 25, минус 30, им нужно было проверить, там какие тушили сюда, первый сорт, второй, в общем, как они вошли, каждый в меховом пальто, в меховых шапках, надо войти, час побыть и выйти. Они зашли, работают, ну и думают, ну пойдём наперекур, выходят, и вдруг она видит дверь холодильника, они оставили открытой, закрылась. И они понимают, конец рабочего дня, стучать, мобильных телефонов тогда ещё не было. Что делать? Внутри холодильника, огромного такого. Сейчас мне мой жених, мой жених, да, это Хатан, он говорит, что сейчас во всех холодильниках есть такая сирена, азака. А тогда, видно, этого не было. И вот они закрылись, и они понимают. Вот ночь, да, я не знаю, в России человек там 25-30 градусов, но он знает как-то это, всё-таки это из Израиля приехали люди. Ну, час проходит, но они начали говорить, человек перед смертью говорит «Видуй, творец, спаси меня, но если нет, что моя смерть была искуплением всех моих дурных поступков», сказали «Видуй». И начали говорить «Псалмы царя Давида». Ну, то есть, без всякой надежды, они уже видят это, индивеют немножко бороды. Я в своё время в Ешиве Турадхаим, когда там был Равицкак Зильбер, мы холодно, ну, то есть, в Москве, Подмосковье, да, но кто освобождён от того, чтобы спать в суке? Тот, для которого это страдание. А Равицкак говорил «А Михаил, как хорошо здесь и всё, всё, и ватные одеяла, и так далее, но утром я проснулся в суке, и у меня здесь на бороде льдинки». Так вот, они сидят в этом морозильнике, уже льдинки здесь, льдинки здесь, вспоминают свои семьи, и всё, посредине всех дел. Теилим говорят, говорят, но уже меньше качаются, и всё. Ну, что это, если я тебя обидел, ты меня обидел, последние эти псалмы, и всё, где-то в Аргентине умирать от холода, это вообще, это сказано в Росшиш, она выносится приговор, эти на благоденствие, эти на смерть, это на болезни, это страны, на войны, и так далее. Ну, что делать? Значит, так постановили, ну, что делать? И вот уже это начинают слепаться глаза, и уже они начинают это засыпать, и вдруг открывается дверь, стук, всё, их выносят тут же на носилки, отправляют тут же в местную больницу и так далее. Ну, конечно, как называется от мороза, ожоги, да, обморожения какие-то, лечит их, кто их спас? Как это связано с реализацией Торы? Оказывается, такая история, огромное вот это вот место, где один, одни там места, где кошерные, а другие не кошерные, сотни, тысячи людей работают на этом, и вот они после того, как вышли из больницы, устроили благодарственную трапезу, и там выступал аргентинец, сторож. Он говорит, я здесь сижу при входе, на воротах, приходят сотни, эти все на работу и так далее. Никто на меня не обращает внимания, чурка какая-то сидит, всё, никто не смотрит это. И вдруг появился какой-то, ну, вот этот, еврей, и он мне сказал, шалоп. Я думал, у меня, наверное, что-то такое плохое сказал. Но я выяснил. Оказывается, он меня просто поприветствовал. А я его навязываю. Не-нет, всё в порядке. Я так еврей, живёт там один в аждоде, другой в браке и так далее. Поприветствовал его. Проходит день, кончается рабочий день, 8 часов. Он уходит, говорит, до свидания. Все эти сотни проходят, проходят, проходят. Ничего меня не видят, никто мне ничего не говорит. А этот мне сказал, здравствуйте. А потом до свидания. Кончился день рабочий. Я закрыл ворота, пошёл домой. Что мне так это что-то не в порядке? Ну, что меня мучает? Я думаю, ну, что такое? Всё, ну, сел дома, включил телевизор. И вдруг я понял. Утром я слышал от него приветствие. А вечером нет. Тогда он взял, позвал всех, побежали, открыли. Так вот, смотрите, это сказано про Елеля и про рабе Йохана на Бензакая. Ни один человек не опередил его, не сказал ему «доброе утро», и это он всех приветствовал первым. То есть, это реализация Торы. Когда человек просто улыбается другому человеку, когда он обращается к другому, в каком бы положении он ни был, кто бы, кем бы он ни был, да, это значит, что он освещает имя Творца. Один человек рассказывал, это мой друг в нашем районе, он даёт уроки такие, это он выпускает такое, и он рассказал такую историю. Один бальчува, он жил, родился в нерелигиозном городе, в нерелигиозном месте. Когда его спросили, что произошло, почему вы одели кипу, начали учить Тору и так далее, он говорит, вы знаете, я вам расскажу. Я жил в районе, где вообще не было религиозных. Все встаются, бегут на работу, всё, никто никого не видит, ничего. И там жил один человек в кипе. Я шёл в школу, он меня видел и говорил, здравствуй, как ты поживаешь? Никто на меня не обращал тоже внимания. А вот он, когда видел меня, он меня приветствовал, улыбался мне. И вот я подумал, если этот человек так встречает незнакомого ему мальчика, какого-то соседа из этого по дороге, значит, то, что он учит, то, как он живёт, в этом есть какой-то очень большой смысл. Я решил узнать, в чём этот смысл. Простое, простая вещь. Сказать человеку здравствуйте и улыбнуться человеку. Сказано, тот, кто показывает белые зубы, улыбается человеку важнее во много раз, чем тот, кто даёт ему сто шеки. Почему? Потому что он обращается к другому человеку, уважая его. Это уважение к нему. И приводит Алмуд несколько случаев. Один человек, который кормил своего отца самыми откормленными, сейчас есть даже на свадьбах подают, паргалиот. Это маленькая такая птичка, но это типа цыплёнка. Помните цыплёнок в табаке? Цыплёнок табака. А это что-то такое тоже маленькое, вкусное и так далее. Так вот, тот, кто кормит… Это в Талмуде написано. Отца паргалиот, ему полагается в будущем мире гену. А тот, кто заставляет своего отца, это называется рыхаем, это такие очень большие перемалывающие жернова. Ему полагается будущий мир. Странно-странно, что это такое. И приводится одна история. Один богатый человек кормил своего отца вот этими паргалиот. И когда отец спросил у него, сын мой, где ты такое нашёл? Как это? Он сказал, старик, ешь, и не задавай лишних вопросов. Ему полагается гену. А тот человек… А царь вызвал вот этого одного человека, пожилого, на свои работы. И тогда сын, который работал очень тяжело, перемалывал вот это, ходил вот за этими жерновами и сказал, отец мой, знаешь, ты оставайся на моей работе, а я пойду вот на царские работы, потому что неизвестно, кто там что. Здесь тяжёлая работа, но это ты здесь сам себе хозяин. Так вот, этому полагается будущий мир. А этот, который отца кормит так, что в чём разница? В том, что он уважает то, что в Торе написано. Уважение. На самом деле, доброе слово оказывается гораздо важнее многих и многих чеков, или… То есть, как человек даёт, кому человек даёт. Так вот, это что это называется? Называется реализация Тору. Тот, кто учит Тору для того, чтобы её учить, то есть, преподавать её и для того, чтобы исполнять. Так вот, эта главная Тора, она называется Торат Хаим, Тора Жизнь. Что это значит? Чтобы мы, еврейский народ, поэтому по этой Торе жили, а не красивые уроки давали, были специалистами по… Я вам рассказывал, что мы открыли специально в Яшиве один факультет, как это называлось, каббалистическая архитектоника Талмуда, чтобы одного человека из Саратовского университета, с архитектурного факультета перевели в нашу франко-швейцарскую академию дайки Тарат Хаим. Так что, вы понимаете, мы учим Тору для того, чтобы по ней жить, а не для того, чтобы вот это то, чтобы не делать корону, человек входит, кто-то там не встал, что это такое, и не делая её мотыгой, чтобы ей зарабатывать. Так вот, то, что говорит Рабь Йоси, и то, что мы продолжим на следующем уроке учить, что это такое – почитать Тору, почитать его тело, почитают. Что это такое? У меня осталась последняя минута. Что это такое? Я хочу вам хотя бы один комментарий привести. Это то, что говорит Рабхайм из Воложин. Сказано, его тело почитается творениями, и тогда ему не нужно важные одежды, чтобы его почитали за одеждой. А то-то позорит Тору, какие бы важные одежды у него не было, люди его позорят. Вот это главное. Ну хорошо, на следующем уроке мы продолжим изучать то, что заключено, это только первое прикосновение к нашей мишне.